Вам сложно выбрать летнее платье, поскольку легкая ткань может подчеркнуть все недостатки фигуры? Не расстраивайтесь. Прямо сейчас наш стилист Роман Медный подскажет, как с помощью ультрамодного платья-рубашки сделать свою фигуру идеальной, а вы станете самой стильной в этом сезоне. Рома, привет! Неужели платья-рубашка, столь модные в этом сезоне, действительно могут быть универсальными? Платья-рубашка – это абсолютно универсальный предмет гардероба, который подойдет как для повседневной носки, так даже для некоторых вечерних выходов. Платья-рубашка подходит абсолютно всем. Нужно просто учитывать особенности своей фигуры. А, между прочим, многие мои подруги, да, наверное, и ваши тоже заявляют, что платья-рубашка – это так, простовато, годится, откровенно говоря, только для похода на пляж. Изначально платья-рубашка появилась как очень даже торжественное платье. Сухня-сорочка появилась в 50-е годы минулогосторечия, за веки Крисиану Диона. Он взял за основу классичную сурочку и добавил к ней спидницу с кринолином довжиною до колен. Рукава в классической сухне-сорочке были до ликтя, а талию в первый раз просто подпорезывали поясом. Идею французской сухни быстро подхопили в США. Так, американская дизайнерка Энн Фогарді сделала более повсякденный вариант такой сухни, который сразу припал до души модницы. Женщий силуэт и простота идеи сухни стали невероятно популярными. В 1957 году сухня-сорочка появилась на обкладах американских журналов. Самая Бриджит Бардо в 1960 году прикрашивает сторинки журнала «Лайф» в сухни-сорочке. А степфорские дружины и свитские леди раскуповывают эту речь с невероятной скоростью. Захопление оригинальной сухни не обошло и радянских красот. В фильме «Карнавальная ночь» зірка радянского кинематографа Людмила Гурченко появляется именно в сухни-сорочке. После этого, пылью любови до такого одежда было не зупинено. Эта речь дивным чином поединяет сручные сорочки и женские сухни. И благодаря этому, эта модель всегда в фаворе. Універсальность, элегантность и сручные сухни-сорочки вырязняет ее. Сегодня эта сухня-сорочки на піку шаленої популярности. Вона присутня цього року в летних коллекциях багатьох модных дизайнерів. Оказывается, платье в рубашках существует огромное разнообразие. Я считала, что платье-рубашка – это платье-рубашка. Нет, платье-рубашка считается платье с застежкой, с пуговицами, собственно, отверху, оформленного в виде воротничка до самого низа. Под ним можно прятать все, что угодно. Как мы уже выяснили, Кристиан Деор такие платья даже садил на кренолит. Значит, они могут быть фактически разных фасонов, разной длины и, безусловно, разных расцветок. Да, но главная особенность – это воротничок и, собственно, планка, которая стройнит абсолютно всех. Девушкам, у которых фигура песочные часы, то есть практически идеальная, подойдет все. Даже и платье-рубашка. Остальным девушкам тоже можно носить платье-рубашки. Сегодня мы поговорим, как при помощи платья-рубашки скрыть основные недостатки. Мы будем говорить о широких плечах, о широких бедрах, о немножечко наметившемся животике и о не очень выраженной талии. То есть пройдемся по, так сказать, неидеальным фигурам, недостатки которых можно скрыть с помощью этого почти универсального платья. С кого начнем? Это тип треугольник, либо груша. Девушки с очень женственной фигурой, с компактным верхом, выраженной талией, но немного крупноватым низом. Девушки у нас в гостях. Кто может похвастаться соблазнительной женственной фигурой? Я хочу, чтобы одна из вас помогла мне разобраться, какое платье подойдет именно этому типу фигуры. Давайте, вот девушка в первом ряду, идите к нам. Поддержите аплодисментами. Здравствуйте. Как вас зовут? Жасмин. Очень красиво. Вы носите платье-рубашки? Нет. Почему? Немножечко другой фасон использую в повседневности. А как вы думаете, вам пойдет? Не уверена, хотелось бы, конечно, посмотреть. Мы подберем удачное платье-рубашку для данного типа фигуры. Я напоминаю, что мы говорим о типе фигуры треугольник. Платье уже готово, оно ждет вас в примерочной. Отправляйтесь туда. До встречи. А мы сейчас разберемся с звездными треугольниками, точнее, с ошибками, которые допустили известные женщины с данным типом фигуры. Наиболее типичная ошибка – это чересчур свободные платья-рубашки. Как, к примеру, певица Леди Гага и актриса Джулия Робертс. Мы их фигуры хорошо знаем и видим, что в данных слишком широких платьях-рубашках они выглядят так, как будто просто забыли надеть брюки. Абсолютно бесформенно и неженственно. А на что ты рекомендуешь все-таки обращать пристальное внимание, когда женщина с фигурой такого типа выбирает платье-рубашку? Нужно подчеркивать талию. Это главное достоинство данного типа фигуры. На нем нужно играть. Выбирайте платье с выточками, которые бы плотно сидели в талии. Подчеркивайте талию при помощи пояса. Выбирайте платье-рубашки с крупным широким воротом, возможно, с ипалетами, либо с накладными карманами. Это и визуально уравновесит фигуру. Также для данного типажа подойдут платья длиной до колена с широкой юбкой, которая скроет все ваши мелкие недостатки. А с какой обувью носить платье-рубашку? В случае груши необходимо, чтобы обувь тоже облегчала нижнюю часть силуэта. Часто у этих девушек довольно крупные ножки, поэтому избегаем обуви на чересчур тонком каблуке. Лучше пусть это будет устойчивый каблук, либо танкетка, либо платформа. И обязательно слегка заостренный носочек. Это визуально сделает ножку легче. А пока у нас есть минутка, давай выпьем по чашечке кофе? Конечно. Угощайся, пожалуйста. Спасибо. Жители Японии, Коста-Рики и Ирландии посвятили официальный праздник кофе. Нескафе. Первое правило утра. Ну вот эта часть женского гардероба точно перекочевала из мужского. Ну она перекочевала вот как раз с утра за чашечкой кофе. Это выглядит очень соблазнительно, когда девушка примеряет рубашку своего любимого человека. Особенно, если любимый человек несколько раз больше девушки. Жасмин уже готова к нам присоединиться. Ну, если это вы называете платьем-рубашкой, беру. По-моему, шикарно. Да. Как вы себя чувствуете? Чувствую прекрасно. Очень приятное ощущение. Сама ткань приятная. И цвет мне нравится. Сами себе бы такое выбрали? Думаю, нет. Потому что часто прохожу мимо. Обратите внимание на ткань. Многие девушки боятся платьев-рубашек из легкой ткани, потому что им кажется, что они будут подчеркивать абсолютно всех недостатки. Но здесь мы видим, что вопрос исключительно в крое. Если платье хорошо сидит в поясе, если оно аккуратно сидит внизу живота, то все остальные недостатки оно вскроет. Но я думаю, в таком наряде можно и в кино, и на работу, и легко на свидание. Спасибо вам огромное. Вы прекрасны. Я вдохновлена и впечатлена первыми результатами. Но мне кажется, есть типы фигуры, которые сложнее корректировать. Следующий тип фигуры – прямоугольник. Тоже довольно распространенный тип. Не могут похвастаться чересчур выразительной талией. Кто у нас сегодня в гостях с таким типом фигуры? Поднимите, пожалуйста, руки. Вот девушка в синем. Идите к нам. Здравствуйте. Как вас зовут? Юля. Юля, я вижу, вы довольно смелы в выборе вещей. Да, такой милый комбинезончик, босоножки оригинальные. Так что я уверена, что платье-рубашка в вашем гардеробе есть. Нету. Почему? Ну что, спортивный стиль одежды. Хочу попробовать что-то другое. Платье уже ждет нас в примерочной. Отправляйтесь туда, увидимся через минуту. Вперед к преображению. А мы пока поговорим о звездах. Среди звезд данный тип тоже довольно распространен. И общая ошибка – это, как правило, бесформенные платья-рубашки, которые не скрывают недостатки, а наоборот подчеркивают их. Тейлор Свит в своем платье-рубашке выглядит абсолютно прямой, прямоугольной. Точно так же, как и Перис Хилтон. Она выбрала короткое прямое платье-рубашку. Да, действительно, ножки – ее главное достоинство, но при этом платье на ней смотрится не очень удачно. Точно так же, как и на Кэти Холмс. Она опять же выбрала бесформенное, слишком мешковатое платье и растеряла остатки женственности. Я вижу, что Юля уже готова. Прошу к нам. Юля! Честно, я бы не узнала, что это вы. Это конкретно я поменялась, спасибо. Как вам это нравится? Вы знаете, легко одел и пошел. Идет вам это платье по-вашему? Да, очень комфортно. Здорово! Рома, ты достиг такого результата. Расскажи, каким образом здесь сделаны акценты? Главное, что мы сделали – это тонкий акцент на талии. Не рекомендуется для данного типа фигуры. Чересчур широкие пояса, они, к сожалению, могут в целом утяжелить силуэт и скрыть главное достоинство, собственно, стройность этого силуэта. Поэтому только тонкие пояски. Но при этом они должны быть контрастные по отношению к платью. И не забывайте о том, что обувь в тон с ногами визуально у нас удлиняет ноги. Сочетание с таким платьем для данного типа фигуры – это просто идеально. Комфортно вам, я так понял. Собственно, платье довольно плотно сидит по фигуре, но при этом ничего не перетягивает. А можно вам вопрос? Конечно. Я, ну, на таких шпильках мне неудобно, так как быстро перескакнула с кроссовок в туфли. Что можно заменить? Либо шпильку пониже взять, либо взять танкетку. Танкетка пойдет? Да, танкетка сейчас в моде. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное за помощь, за вашу очаровательную улыбку. Прекрасный результат и с этим типом фигуры, но у нас остается еще один, не менее сложный в корректировке. Перевернутый треугольник. Девушки с атлетической фигурой, с выраженными плечами. Как правило, они довольно подтянуты, но при этом тяжелые плечи рушат всю гармонию силуэта. Девушки, кто из вас занимался плаванием, каратэ, боксом? Штанга, толкание ядра может быть. Так, есть желающий поучаствовать в эксперименте. Давайте вот девушка во втором ряду. Да, Ромочка, я так и знала, что ты выберешь в розовой кофточке. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Юлия. Сколько у вас платьев и рубашек? Если честно, ни одного. А почему? Как-то прохожу всегда мимо, очень нравится, но не могу себе подобрать. Сложная тебе задача, Ром, предстоит, потому что нужно будет, чтобы платье подходило не только к фигуре, в общем-то, прекрасной, но еще и к прическе. Обрати внимание. Прическа шикарная, такой легкий ретроакцент. Я думаю, что платье-рубашка удачно его дополнит. У меня есть уже несколько заготовленных вариантов. Отправляйтесь в примерочную. Увидимся через минуту. Спасибо. И вам. До встречи. Давай-ка о звездах опять поговорим. Там наверняка найдутся примеры среди них. Да, среди звезд тоже встречаются девушки с атлетической фигурой, которые не очень удачно ее обыгрывают. Как, к примеру, Лиф Тайлер. Она выбрала платье-рубашку с рукавами-фонариками. Как мы все знаем, рукава-фонарики визуально акцентируют плечи, делая их только шире. В данном случае это не на пользу. Джессика Альба выбрала платье с крупными цветами, которое тоже визуально расширяет верх, абсолютно не скрывая особенность ее фигуры. У Евы Мендес платье вроде бы неплохое, но чересчур короткое. Из-за этого верх выглядит непропорционально крупным. И опять же мы видим широкие плечи. Итак, наша героиня уже готова. Прошу к нам. Встречайте аплодисментами. А главная задача для данного типа – это скрыть широкие плечи. Мы это сделали при помощи проймы, которая визуально у нас как бы срезает плечо, сужая верхнюю часть. К тому же обратите внимание на акцент в виде карманов на груди. И, конечно же, акцентировали талию при помощи пояса. Длина для данного типа может быть абсолютно разнообразной. Здесь как раз работает правило «чем короче, тем лучше». Потому что, как правило, девушки с атлетическими фигурами могут похвастаться и стройными ножками тоже. И вот этот вариант милого платья-рубашки доказывает, что платья-рубашки могут быть разнообразнейшими. Для меня лично открытие, что юбочка может быть такой расклешенной, как в обычном традиционном платьице. Очень женственно и нежно. И красиво, и удобно. И вам идет. Я в восторге. Вы можете возвращаться. Треугольник. Прямоугольник. Перевернутый треугольник остается круг или яблочком. Да, девушки с немного выраженным животиком. Тоже довольно распространенный типаж. Девушки, кто к лету еще не успел немножечко подготовиться. Первый ряд ко мне. А как вас зовут? Виктория. Как вы думаете, поможет вам Рома Медный? Учитывая его профессионализм, конечно, поможет. А вы сами пробовали себе помочь платьем-рубашкой? Скорее всего, нет. Такой тип фигур, как у меня, не очень мне нравится. А платье-рубашка и в такой ситуации тоже спасет. У меня уже есть несколько вариантов, которые подойдут для данного типа фигуры. Отправляйтесь в примерочную, там выберут именно тот, который подходит вам. Я так понимаю, что звезды не останавливаются перед проблемами, они носят модные вещи. Возможно, кому-то из них с фигурой яблочко платье-рубашкой не очень подошло? Да, Кейт Уинслет выглядит не очень эффектно в том платье, которое она выбрала. Платье, с одной стороны, слишком мешковатое, с другой стороны, оно абсолютно не скрывает живот, он буквально выпирает, как у беременной женщины. Итак, я вижу, что наша героиня уже готова. Прошу к нам. Как вам понравился результат? Классно. Я не думала, что вот такая вот, казалось бы, простая вещь с рубашкой, такое может исполнить с моей нелепой фигурой. Да ладно там нелепой, прибедняться. Просто чуть-чуть подкорректировали. Мне кажется, что в этом платье вы выглядите моложе, чем в наряде, в котором вы были до этого. Спасибо. Ты согласна со мной? Совершенно. Платье очень подходит по фигуре, делает вас более стройной, и цветовая гамма вам к лицу, даже глаза как-то засияли просто. Да. Главное, не выбирайте чересчур громоздких вариантов, не пытайтесь долепить вверх с помощью карманов, рукавов, фонариков, и при этом одновременно расширяясь юбкой снизу. Подчеркивайте талию, при этом выбирая платье насыщенных темных цветов. Это сделает вас визуально стройнее и моложе. Спасибо вам большое за помощь. Спасибо вам огромное. Возвращайтесь, пожалуйста, к нашим гостям. Платье-рубашка – идеальный вариант для любого типа фигуры. Есть ли особенности подбора материала, из которого будет пошита эта часть гардероба? Если вы боитесь, что платье-рубашка может подчеркивать какие-то факторные недостатки кожи, какие-то складки, бугорочки, может быть, иногда целлюлит, выбирайте платье насыщенных тонов, либо в пеструю рассветку. При максимальной легкости они выглядят максимально эффектно и скрывают абсолютно все. По поводу обуви, кажется, определились. Ты сказал, что можно и на каблуке, и без каблука чуть ли не кроссовки носить. Если у вас красивые ножки, можно остроносые балетки, каблучок, либо балетки даже с тупым носом. Если у вас ножки немного тяжеловаты, выбирайте пропорциональный каблук и нос чем острее, тем лучше. Это сейчас модно, и это позволяет визуально сделать ножку стройнее. Мы говорили уже неоднократно, что в этом сезоне очень модно носить платье длиною в пол. А такие платья-рубашки бывают? Да, максимально комфортные. В первую очередь они подойдут, конечно, высоким девушкам и довольно стройным. Потому что если вы невысокого роста и обладаете небольшим количеством лишнего веса, то такое платье на вас будет выглядеть немножечко мешковато. Спасибо, Рома. Прекрасная новость. Платье-рубашка должно появиться в любом гардеробе и в вашем тоже. Привет, Ютуб. Подписываемся на наш канал и будете самыми стильными и самыми красивыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова